здравствуйте с вами снова all master и сегодня у нас очередной джойстик xbox на ремонте у которого по дефектам залипает левый стик как мы видим он из положения вправо не возвращается весь еле-еле достаточно передвигается залипает вот собственно что нам нужно сделать по сути это разобрать данный джойстик почистить его вот продуть воздухом и собственно после этого должен заработать начинаем с разборки сразу видим что данный джойстик в отличие от предыдущего находящихся в ремонте с неисправной кнопкой он оригинальный вот и сейчас мы сможем сравнить насколько же у нас отличается начинка оригинального джойстика вот китайского как обычно после раскручиваем снимаем заднюю стенку выводим кабель у ручки откладывать сторону что мы здесь видим плату уже сделаны на стекло текстолите как минимум двухсторонним скорее всего моторчики с противовесами выглядят тоже более культурно красиво аккуратно при этом установлены на разъемах чтобы их можно было снять и уже не возить с ними вытаскиваем плату и собственно с этой стороны тоже есть проводнички до печатная плата как минимум двухсторонний аккуратные контакты все сделано в лучшем виде кнопочки аккуратной тихие такое нежное нажатие мягкое собственно что мы делаем дальше снимаем подушечку со стика с этого и будем дальше обрабатывать ее средством для очистки и смазки и так джойстик мы разобрали собственно осталось его залить в дэшкой стик мы менять не будем почему потому что во первых его нет наличия во вторых родные стики оригинальные они работают намного лучше и четче чем не родные но что мы сделали заклеили скотчем немного контактной площадке оградили так сказать от заливания в дэшкой кнопочку ну и все такое убираем все лишнее отсюда потому что сейчас будет здесь разливаться в дэшка в разные стороны подложим немного бумаги она вообще всегда спасает и вот чудо жидкость с чудо носиком таком виде что мы делаем в дэшку не бойтесь ничего не будет это простые резисторы зафиграцируем сюда заливаем сюда уже немного лучше стало ходить и достаточно обильно заливаем сам геймпад поворачиваем так что вставка скапывал с одного угла не через всю плату уже прям почти как родной после всего этого плату аккуратненько возьмем красивую праздничную салфеточку промокнем от лишнего дэшки посмотрим с другой стороны куда затекло а собственно никуда кроме этого угла не затекло то что видите блестит это уголки скотча все сделали четко нормально что нам остается дальше сделать это пойти найти у кого-нибудь компрессор и продуть отсюда тщательно всю грязь и так собственно что мы делаем дальше такая вот херня есть в каждом доме она в каждой квартире если у вас ее нет постарайтесь найдите потому что без нее дальнейшая работа не целесообразно вентиль воздушный магистраль и собственно наконечник для продувки поехали прям как следует если все плит выдуваю красота чисто сухой работает и так джойстик мы почистили стик работает ничуть не хуже чем правый вот сейчас остается только собрать все это хозяйство есть два стика один с пупырышками другого стерлись конечно хозяину бы их заменить но посмотрим предложу как вариант но вот со стертыми это конечно тот самый который уже дольше всех пожил немного похуже качества получается все собираем в обратной последовательности собственно немножко тут у нас порушилась это от этого будет сюда и и прицепим одели резиночки все на местах все куда надо уложилась берем сам джойстик укладываем на место дальше моторчики справа у нас не ошибаюсь стоял малый слева большой установили подключили провод поставили и теперь остается только закрыть все крышечки что у нас не заходит курки зашли все все зашло после того как курки попали но собственно закручиваем винты все затянули смотрим чтобы у нас нигде не осталось просветов по шву красота прям небо и земле ребят что один что другой но работу мы уже проверим специальной программе собственно ремонт джойстику можно считать законченным все успешно функционирует нигде ничего не залипает вот у владельца джойстику попрошу чтобы он последил за ним поиграл активно хотя бы недельку как минимум вот играет он активно судя по всему и отписался мне если вдруг какие дефекты выложим обязательно видео о том что у нас какие последствия никаких последствий нет вот так же хотел бы уточнить насчет воздушного компрессора я думаю многие начнут переживать что не у каждого есть на любой шинке в любом сервисе в принципе я думаю вам без проблем рублей за 50 или даже бесплатно дадут возможность продуть этот стик то есть просто подъезжаете к шинке заливаете в дэшечкой и буквально чуть-чуть стик поводив туда-сюда покрутив минутку-две продуваете собственно этом у вас все будет закончено возьмите с собой салфетки чтобы сразу протереть его ставьте лайки подписывайтесь на наш канал ждите новых видео всем спасибо пока и